Моника и Анжелика – сестры. Здесь у бабушки в Нижней Шиловке они бывают часто. И, конечно, теперь малышки не сидят только во дворе. В город выезжали, а сейчас уже второй день они приходят сюда на площадочку. Конечно, очень приятно, красиво, чисто. Очень много качель здесь. Сельские улицы похожи теперь на городские. Только в Нижней Шиловке таких игровых зон уже пять. До образования этой площадки был обрыв. Здесь не было ничего абсолютно. Был пустырь, стоял посередине этой площадки старый электрический столб и ничего не было. Ну, был отсыпан грунт, сделано основание и установлены непосредственно комплексы. Места для отдыха детей оборудуют по просьбе жителей. На сходе вместе с главой города, который регулярно посещает сельские округа, определяют, где лучше обустроить территорию. Вечером, когда дети возвращаются из детских садов и после школы, на площадках бывает шумно. Родители довольны, сами следят за порядком и помогают обустраивать детскую зону. Высаживают вокруг кипарисы. Дети сейчас не бегают на дороге, играют на площадке. И мамы молодые могут посидеть, посмотреть за своими детьми на скамеечке, культурно, цивильно. Следим, чтобы не бросали мусор, ухаживали, чтобы большие детки не ломали. Как бы очень рады площадке. Довольны очень. И дети очень довольны, потому что играть раньше было негде. Поэтому большое спасибо. Большое спасибо в адрес тех, кто помогает растить детей в комфортных условиях. Совсем скоро будут благодарить за площадку для воркаута подростки села Черешня. Это тоже адресский район. Там монтируют оборудование для занятий детей на турниках. Площадка необычная, с видом на аэропорт. В Сочи 77% детей занимаются в спортивных секциях. Для тех, кто не желает их посещать, спортплощадки рядом с домом. Развитие спортивной инфраструктуры в Сочи идет полным ходом. Особенно бурно сразу после зимних игр 2014 года. В общей сложности число спортивно-оздоровительных площадок к 1 октября на курорте достигнет 600. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.